Здравствуйте, я Алексей Кузнецов. Я художник, абстракционист. Начал свой путь я как художник в 1995 году. Начинал с граффити, сделал команду, построил граффити-карьеру и в 2010-м решил что-то поменять. И таким образом я ушел с улицы, ушел в студию и перестал использовать баллон и начал использовать акриловые краски в основном. Меня очень сильно всегда возмущало отсутствие возможности посмотреть на свои работы после того, как они сделаны. То есть единственный вариант, когда я делал стенку, и это был уже, как правило, вечер, после этого можно было посмотреть уже почти в темноте, что какой кусок, как получился, а придя через день уже он был закрашен. Соответственно, как бы все граффити жило на фотографиях. В этом месте какая-то определенная романтика, но мне хотелось больше, чтобы зритель видел не только саму работу в общем, чтобы он видел детали. Потому что для меня всегда было важно, как ложилась краска, как получались контура, как работал цвет вживую. В общем, в итоге я решил, что с меня, наверное, хватит. Я больше не хочу выбрасывать то, что я делаю, как бы куда-то в небытие. И начал работать на холстах. Сначала это была все равно разорная краска, но в тот момент я еще и перескочил с фигуратива, так как занимался им 15 лет и параллельно еще занимался графическим дизайном все это время. Я захотел или почувствовал, что мне нужно что-то более широкое, наверное, непривязанное к какой-то определенной теме. И чтобы можно было вокруг этого произведения выстроить какой-то диалог. Причем он с каждым человеком будет по-разному. То есть мы не обсуждаем какую-то конкретную вещь, а обсуждаем, возможно, больше, наверное, какие-то переживания, эмоции или, в принципе, что-то. Меня часто спрашивают относительно того, почему я начал заниматься абстракцией. И действительно хороший вопрос, потому что я все это время пытаюсь понять, почему. И, скорее всего, я просто устал от каких-то ограничений, рамок, которые давал мне фигуратив. И мне хотелось что-то более широкого и в то же время, может, более эмоционального. Эмоционального на базе цвета и формы, или отсутствия формы, или какого-то процесса. То есть не привязываться к конкретному объекту, не делать никакую графику особо. Потому что графики я наделывался, будучи графическим дизайнером. И работал со шрифтами постоянно много. Интересно, когда начинаешь что-то делать, абсолютно не понимая что, не пытаешься сымитировать то, что видишь вокруг себя. То, что, в принципе, это не имеет никакого смысла, как мне кажется. То есть главная точка входа. То есть точка входа – это подготовка в студии, уборка, натянуть холсты, замешать краски, подобрать формат. И потом все начинается с какого-то одного цвета. И дальше все это пошло в какую-то, не то что игру, а, наверное, игра в ответы. То есть размер и цвет, и то, что происходит на холсте, задает мне какую-то задачу. И я пытаюсь на нее ответить. И эта игра продолжается до какого-то определенного момента, пока я не чувствую, что, наверное, больше я ничего не могу делать или не надо. Иногда, конечно, я перешагиваю через это, и вот этот эксперимент, или бывают какие-то ошибки, они открывают еще какие-то новые грани, которые также потом такие слабо уловимые. И я пытаюсь потом их схватить уже в последующих работах. Я до конца не понимаю, что вообще происходит. Я бы сказал, наверное, я имею отношение, в принципе, к картине только лишь за счет того, что я ее делаю. То есть я был участником создания произведения. Но как бы меня самого в ней особо и нету. То есть я как какой-то, наверное, или проводник, или просто человек, который может что-то видеть и акцентировать внимание на каких-то определенных вещах, как раз таки в этом процессе, и оставляет их так, как считает нужным. Так как я все равно пытаюсь по наитию разобраться с происходящим, ну, как бы для меня это не задача, но это больше любопытство. То есть я это делаю, потому что я делаю. Но разобраться в причинах мне тоже иногда подмывает. И я пытался делать эскизы, и я понимаю, что я не могу их перенести на холст. Потому что размер другой, масса цвета другая, по-другому ложится краска, материал другой. То есть все отличается, и мне неинтересно копировать. То есть я все равно сразу же делаю, может быть, первый шаг, а дальше это все происходит уже как в танце. Я работаю в мастерской каждый день, стараюсь делать какие-то выходные. Иногда получается, ну, наверное, не больше двух дней подряд. Но чаще всего это один день какой-то случайный, я выезжаю на природу, за город или просто куда-нибудь еду. А в мастерской я с 10 с 11 утра прихожу, чаще всего навожу порядок, все расставляю. Я потом что-то смотрю, что мне надо сделать. Собираю, может быть, краску. Сплю, наверное, час. Постараюсь меньше, наверное, минут 40, это важный тоже момент такой. И потом начинаю работать. Зависит от того, как бы еще, что происходит. То есть если, например, надо делать холсты, я могу очень долго вокруг них ходить. Я могу переделать кучу полезных дел. Прежде чем начну, может кто-то приедет, пообщаемся, посмеемся, поедим. Но я в процессе, я собираюсь. И потом в какой-то момент всех выгоняю и переключаюсь на работу с материалом. Дальше как пойдет, можно расстроиться, можно порадоваться тому, что получилось. Еще что-то загрунтовать. Но постоянно что-то происходит. Плюс еще очень много технических моментов. Натянуть холст на панель, загрунтовать, поставить, сушить. Потом сделать работу, перетянуть с панели на подрамник. Сделать рамки, кому-то надо работу отправить, свернуть ее, упаковать. Полноценный 10-часовой рабочий день. У меня еще в моем процессе важный момент в том, чтобы вовремя остановиться. И остановиться именно в одной задаче. То есть я делаю слой краски и оставляю его сушить. До следующего дня или два дня он сохнет. Потом делаю еще один слой краски. Соответственно, как эта форма случилась? Я же не делаю это кистями. Я в основном использую большие шпатели и просто шпатели. Мне не нравится мазок кисти как таковой. Я все равно имею большое уважение ко всей классической школе. Я не очень хочу быть соучастником этого процесса. Поэтому я использую шпатели. И мне нравится их вариативность формы за счет того, как его придавил, как пошла краска. То есть в этом есть какой-то определенный постоянный эксперимент или случайность. Случайность тебя обожаю. Сделал слой, выдохнул. Всегда хочется что-то еще сделать. Где-то тормознул. А когда уже сама работа заканчивается, просто есть, наверное, такое ощущение, что вот оно все. Вот так. И как бы на этом, наверное, больше ее лучше не трогать. Еще есть один момент сложный с акрилом. То, что работа в высохшем состоянии, когда она вся села, когда она уже приобрела такую зрелую форму. От нее правильно отражается свет, виден нормальный цвет. Там нету больше белесости в материале. Это только можно увидеть через день после того, как ее оставил. Поэтому чаще бывает так, что я просто себя торможу. Где-то я уже понял, что вроде все, окей. Но вот как бы визуально она мне не нравится. Но по гармонии где-то чувствую, что вроде бы да. И дальше уже, когда я прихожу на следующий день или через два дня достаю, это, конечно, совершенно другой эффект. То есть как будто не то, что я оставлял, но прям вся выкристаллизовывается и становится полноценным, законченным каким-то произведением. В мастерской должно быть инструментарий, потому что надо заниматься не только процессом покраски, да, но и столяркой, тканью, что-то повесить, что-то прикрутить, там, собрать стеллаж, что-то сфотографировать, что-то подснять на видео. У меня, мне кажется, есть все. Наверное, чего не хватает? Места не хватает. Хочется побольше места, метров 300. Я часто думаю об идеальной мастерской и так или иначе к этому стремлюсь. Я думаю, что это должно быть помещение метров 300-400. Разделено на зоны с одним полноценным большим хранилищем. У меня здесь есть хранилище, есть комната, в которой можно поработать за компьютером и со всем диджиталом. Есть место, где я крашу. Места мало, нету места для ассистентов абсолютно. И также есть проблема с белыми стенами. Потому что я считаю, что в мастерской должна быть еще какая-то часть отведена под картины, где их можно повесить на стену с нормальным светом. И чтобы больше ничего не отвлекало, просто посидеть и помолчать. Сейчас я работаю, доделываю серию картин для выставки в Триумфе. Я думаю, что я там выставлю два разных подхода к написанию абстракции. Они будут отличаться поверхностью материала. Я еще пока не решил, но я нахожусь как раз-таки в этом вот, в тонком моменте принятия этого решения. То есть сопоставить холст и сопоставить дебонд. Это две разные, по сути, два разных материала, две разные поверхности. И краска работает совершенно иначе на двух из них. То есть если дебонд, это абсолютно такой диджитал, только он мокрый, потому что это было сделано краской. И когда смотришь, не очень понимаешь, как это было сделано. И руку не видишь, что тоже важно. И холст. Холст я использую хлопок, некрашенный хлопок, который я определенным способом грунтую. Я, по сути, комбинирую пластмассовость акрила с таким, с очень обычным, аутентичным материалом с хлопком. Он похож немного на джинсу. Мне нравится этот контраст, как они уживаются вместе. Посмотрим по цветам. Хотелось бы и монохром показать, и немного цвета еще показать. На протяжении всего времени, сколько уже, 25 лет моего творчества, я постоянно пытался, ну как, не то что пытался, а меня жизнь выносила в разные формы проявления моей активности или моего предназначения. Я побывал арт-директором в нескольких студиях и поделал какие-то бизнесы, и занимался маркетингом, и выпускал какие-то продукты, ну это в граффити было. Но меня все время все равно тянуло к творчеству. То есть это у меня всегда была составляющая именно внутренняя, именно творческая. То есть мне хотелось что-то создавать, что-то как-то определенным образом организовывать визуально, чтобы это был какой-то красивый или полезный продукт. Но я в итоге, вот сейчас, если обернуться назад, понимаю, что, наверное, то, чем я сейчас занимаюсь, мне нравится больше всего, и оно больше всего подходит моим взглядом на жизнь, потому что любой продукт, который производит человечество обычное, ну там, общество потребления, да, там, или какой-то там FMCG, любая рекламная стратегия, еще что-то, это все как капля в море. То есть она вот происходит, расходятся волны, и все про это забыли. А картины, как результат, физически, они останутся гораздо дольше, чем я здесь нахожусь. И меня это, конечно, очень сильно вдохновляет, потому что картины не выбрасывают, как правило. Мебель выбрасывают разную, даже как бы очень дорогую, ее тоже выбрасывают. Картины чаще нет. Они остаются, или их там передаривают. И вот этот момент как бы оставляет частичку себя где-то в человеческом обществе, которое будет там каким-то образом или пробуждать эмоции, или, может быть, заставлять о чем-то думать, или просто что-то как-то менять у человека, который взаимодействует с этой работой. Я думаю, что моя задача, наверное, больше про то, чтобы транслировать абстрактное искусство и заставлять людей думать не просто о каких-то банальных вещах, а заставлять задуматься о каких-то более глубоких, может быть, вечных вещах. Тем не менее, разговаривая про это простым языком, без всяких сложных каких-то там фраз и какой-то там налет элитарности, то есть я могу про это разговаривать абсолютно простым обычным языком. Мне это нравится больше всего. И мне это как-то ближе, потому что не хочется просто как-то раздать себя, растратить и уйти. Не в бытие. Хочется что-то оставить после меня. Такой маленький кирпичик, на который кто-то еще может становиться. Редактор субтитров А.Семкин